Интернет от джунглей иногда напоминает мусорную свалку непроверенной информации, но порой в нем можно найти подлинные жемчужины. Мы рассказываем обо всем, что важно, актуально и понятно. Здравствуйте, в эфире новости недели. В студии Алексей Кузьмин. Смотрите сегодня в выпуске. Судная «Райшайн» заостряла в заливе Восток на несколько месяцев, что мешает дальнейшим аварийно-спасательным работам. Благоустройство под управлением собственников. Первые тосы находки Еврангеля получили свидетельство госрегистрации. Штормовой ветер нанес ущерб. Дому на улице Бабкина требуется полная замена кровли. А теперь обо всем по порядку. Уже несколько месяцев в заливе Восток стоит на мели судно «Райшайн». Судя по всему, эвакуировать грузовой лайнер собственник не спешит. Тем временем местные жители обеспокоены состоянием топлива на судне. Возможен ли его разлив в акваторию? По последним данным, откачано более 100 тонн нефтепродуктов. Дальнейшие работы пока что невозможны из-за неблагоприятных погодных условий. Когда спасатели приступят к откачке оставшегося мазута и дизельного топлива, расскажем прямо сейчас. В заливе Восток в районе поселка Приисковый продолжаются работы на аварийном судне «Райшайн». По словам директора приморского филиала «Морспасслужбы» Ивана Огаревского, ситуация находится на контроле Федерального агентства речного и морского транспорта. Спасатели ежедневно проводят мониторинг состояния акватории и самого судна, чтобы в случае возникновения новых повреждений корпуса предотвратить утечку топлива и обеспечить ликвидацию обломков. Напомню, судно село на мель во время шторма 9 ноября 2021 года. На место происшествия сразу же были направлены поисковые и аварийно-спасательные силы приморского филиала «Морспасслужбы», в том числе и на Ходкинского подразделения. Экипаж был эвакуирован в тот же день, а после спада штормовых волн начались подготовительные работы по откачке топлива. Иван Огаревский пояснил, цитата, «Судовладелец не ведет с нами обсуждение плана действий по снятию контейнеров. По договору с ним сюрвеерская компания в период новогодних каникул делала внешний водолазный осмотр. Со своей стороны, в рамках предупредительных мер мы продолжаем откачивать топливо. В зимнее время делаем это с максимальной обдуманностью затрат, снижение риска загрязнения акватории и повреждения судна». Конец цитаты. На сегодняшний день с контейнеровоза откачано 109 кубометров мазута и 8 дизельного топлива. Оставшиеся нефтепродукты находятся в замерзшем состоянии. Для их разогрева и перевода в текучее состояние спасателям необходимо не менее пяти дней благоприятных погодных условий без волновой и ветровой нагрузок. Подходящая для такой работы погода ожидается с 22 января. В таком случае к судну смогут подойти катера и танкер. Откачку топлива возобновят. В условиях низких температур, которые привели к замерзанию топлива, боновые ограждения не устанавливаются, однако контроль за состоянием акватории ведется. В постоянном контакте с Морспас-службой находятся специалисты поисково-спасательного подразделения управления ГОИЧС на Хоткинского городского округа. По их словам, материалы и оборудование для предупреждения разлива нефтепродуктов в акватории подготовлены в полном объеме. Правительство Приморского края начало выделять средства для территориальных общественных самоуправлений. Данная программа позволяет собственникам квартир МКД самостоятельно выбирать первоочередность благоустройства объектов дворовых территорий. Это и камеры видеонаблюдения, установка шлагбаумов, озеленение, строительство парковочных зон. Председатели первых 12 ТОСов в торжественной обстановке получили свидетельство государственной регистрации. Как это было, смотрите далее. Жильцы многоквартирных домов в разных микрорайонах города объединились для решения общих задач и создали ТОСы. Все они уже с марта 2022 года будут получать средства на финансирование проектов, направленных на благоустройство придомовых территорий. Я, когда услышала про этот проект, заинтересовались мы всем домом. И соседний дом тоже привлекли к этому. Это Находкинский проспект 28. И нас эта программа заинтересовала. Хотели поучаствовать, чтобы стало лучше. Территорию облагородить или помочь управляющей компании, потому что управляющая компания не все может сделать в той программе, которая существует. В торжественной обстановке глава Находкинского городского округа, один из инициаторов данной программы депутат законодательного собрания Приморского края Всеволод Романов, депутат городской думы Андрей Кузнецов, вручили председателям территориальных общественных самоуправлений свидетельство о государственной регистрации. Основная первоочередная задача – это, конечно, благоустроить город. А когда этим занимается не только администрация, не только власть, непосредственно занимается территориально-общественное самоуправление, которое создалось у себя непосредственно на территории дворавного квартирного дома. И самое главное, что председатели ТОСов и те, кто ТОС организовал, они собственными силами сами определяют, какой объект они хотят сделать, кто будет это выполнять, каким образом. Наша основная задача – только сопроводить. Юридически, бухгалтерски, где-то стройнадзор осуществить. То есть город обустраивается руками жителей находцевого округа, нахачанами. В администрации округа создан специальный отдел, курирующий организацию работы территорий общественного самоуправления, юридическое сопровождение при регистрации, помощь на стадии проектирования, экспертизы, составление смет. Кроме того, Тимур Могинский призвал руководителей и членов ТОС взаимодействовать с управляющими компаниями микрорайонов. Имея накопленный опыт в сфере благоустройства, они помогут в выборе подрядчика, подскажут оптимальные способы решения той или иной задачи. В свою очередь депутаты утверждают границы ТОСов, курируют проекты на своих избирательных участках, поддерживают председателей, ведут разъяснительную работу. Сегодня правительством Приморского края заложены бюджетные ассигнования для поддержки ТОС в Приморском крае. Вот на предстоящий 22-й год заложено порядка 50 миллионов для поддержки территории общественного самоуправления. Я считаю, что это очень своевременная мера, и она позволит активному населению вместе с представителями муниципальных властей более активно и качественно развивать и благоустраивать территории. Сегодня в Находкинском городском округе на завершающей стадии регистрации 12 ТОСов. На начальном этапе объем финансирования позволит реализовать разные инициативы. Это модернизация системы освещения во дворах и на подходах к ним, установка системы видеонаблюдения, обеспечение безопасности проезда во дворах с помощью шлагбаумов и лежачих полицейских, организация мероприятий по озеленению. Следующая встреча главы округа с председателями ТОСов намечена на март. К этому времени жители должны будут предложить конкретные проекты по благоустройству своих территорий. В канун Нового года на одной из многоэтажек Врангеля сильный штормовой ветер повредил кровлю. После обследования крыши и ее укреплений специалистами управлением жилищно-коммунального хозяйства НГО было принято решение полностью поменять кровлю в жилом доме. Работы по ее замене уже начались. Когда жильцы вновь задышат полной грудью, не чувствуя дискомфорта. Об этом в следующем материале. В пострадавшем от шквалистого ветра доме во Врангеле начались ремонтные работы. Информация о том, что в многоэтажке на улице Бабкина 7 подломлена крыша, поступила в аварийную службу администрации Находкинского городского округа от управляющей компании в конце декабря прошлого года. Выехали специалисты, оценили состояние, приняли решение, что необходимо вводить режим чрезвычайной ситуации, поскольку управляющая компания своими силами не справится. Кровли очень изношены. Дефектовали, посмотрели смету, поняли, что необходимо произвести полную замену кровли на данном многоквартирном доме. Сейчас на аварийном объекте специалисты производят демонтаж старой кровли водосточной системы. Уже завезены необходимые материалы для укрепления опорных соединений и новый шифер. На месте работает подъемный кран, спецтехника и ремонтная бригада. Конечно, тяжеловато. Это еще немножко погода. Нам радует, что каких-то осадков серьезных не было. Поэтому, конечно, да, там дискомфортно. И особенно в плане того, что сейчас частично кровли нет. Какое-то промерзание квартир, конечно, идет. Есть определенное неудобство, поэтому в рамках ЧС стараемся побыстрее это устранить. Ориентировочно новая прочная кровля будет уложена в течение одного месяца. Работы на высоте осложнены порывистым ветром, поэтому собственникам придется набраться терпения. Во время тайфунов старые шатровые кровли часто срывают с домов. Укрепление и ремонт крыши ведется с учетом погодных условий, характерных Приморскому краю. По словам специалистов, новое покрытие прослужит порядка 30 лет. Такова информационная картина этой недели. Наши материалы всегда в инстаграм паблике ТВР и находка онлайн, а также на ютуб канале. Все ссылки в описании. Если у вас есть информация или интересный видеоматериал, который нельзя оставить без внимания, пишите нам в директ. И несколько слов о погоде. По прогнозу синоптиков, завтра в находке днем минус 3 градуса. Ветер западный 24 метра в секунду. С вами был Алексей Кузьмин. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok